Я хотел бы немножко поговорить про аэродинамическую задачу, связанную с именем Ньютон. Как называется? Аэродинамическая задача Ньютона. По-видимому, это первая, вообще первая задача, связанная с аэродинами. То есть Ньютон был первый человек, который рассмотрел задачу, связанную с обтеканием движущегося тела какой-то средой. При этом в его время было совершенно непонятно, как среда устроена, как, например, устроена вода или как устроен воздух. Поэтому Ньютон предполагал, что среда, ну, например, жидкость или газ, устроена водкой. Имеется какое-то количество частиц, например, молекулы воздуха, будем говорить молекулы газа, которые расположены в пространстве и неподвижны, они не двигаются. Сейчас мы сказали, что температура данной среды это абсолютно пример, когда частицы не двигаются. Среда однородная. Частицы расположены друг относительно друга на одинаковых расстояниях. И вот Ньютон предположил, что имеются некоторые цвета, которые дожатся в этой среде. Опять же, он не знал, какой закон взаимодействия движущегося тела и среды, например, газа. И он предположил, что при столкновении частицы газа с поверхностью тела, эта частица отскакивает абсолютно в руку. То есть по закону угла падения равного угла отражения. Это в точности тот закон, который мы до сих пор использовали при изучении невидимых тел. В результате вот таких отражений создается сила, которая тормозит тело. И вот Ньютон задался вопросом найти форму тела таким образом, чтобы вот эта сила была бы минимальна. Вот уже с учетом того, что мы в настоящее время знаем про газы и про тела, можно сказать, что задача Ньютона, что ее можно интерпретировать, как движение, например, космического объекта, космического спутника в каком-то разреженном газе. Например, а, да, вот еще, очень важное, что я не упомянул. Ньютон считал, что частицы между собой не сталкиваются. То есть среда, газ настолько разрежены, что столкновения частиц между собой не происходят. Таким образом, когда тело двигается, оно отбивает какую-то частицу, частица отлетает и двигается свободно, не встречая никакого сопротивления стороны других частиц. То есть среда настолько разрежена, что частицы друг друга не замечают. Вот с учетом всего этого можно интерпретировать эту задачу, как задачу движения, например, космического спутника, который, ну, например, движется по орбите Земли на низких высотах. На низких высотах все-таки существуют какие-то остатки атмосферы, какой-то очень-очень разреженный газ. Но он настолько разреженный, что действительно частицы друг друга не замечают. Можно считать, что частицы газа между собой не сталкиваются. Ну вот, с упругим отражением дело все это хуже, потому что известно, что космические спутники не упруго отражают частицы. Скорее, когда частица, ну, газа налетает на спутник, она отражается не упруго, а скорее настукается, теряет свою энергию относительную, то какое-то время болтается там и медленно-медленно отваливается. Ну, мы будем считать, что, ну, например, будем считать, что поверхность спутника так хорошо отполирована, например, позолочена, что действительно отражение будет абсолютным. Вот. В этой картине естественно предполагать, естественно перейти в систему отсчета, которая связана с телом. То есть в этой системе отсчета мы будем наблюдать, что тело неподвижное, и на него налетает параллельный поток частиц. И скорость этого параллельного потока равна повелочнее и противоположная вот этому скорости движения. Так что, я нарисую еще одну картинку, в которой само тело неподвижно, и на него налетает параллельный поток частиц. Частица отталкивается, возникает сила, которая тормозит тело. На самом деле, если принять некоторое предположение, например, то, что тело выкладывает, силу торможения достаточно просто записать в виде формулы, но эта формула включает в себя интегрирование, поэтому... Можно? Лучше написать. Можно? Нет, ну, понимаете, кто знает, тому приятно, а кто не знает, он хотя бы узнает, что неплохо бы выучить интеграл. Понимаете? Иначе же они никогда его не выучат. По самом деле, правильнее было бы вывести эту формулу. Как вычисляется сила? Действительно, как вычисляется сила? Для того, чтобы получить силу действующей на тело, нужно просуммировать все импульсы, переданные всеми частицами, за единицу времени. То есть, в той системе отсчетов, которая у нас принята, нужно за единицу времени посчитать сейчас. Правильно я говорю, неправильно. Да, правильно. Да. Значит, F равняется, я напишу вот такую формулу, сумма L и V и мин V и 3. Я пока все поясню. Поясню все, что я написал. Делить модель 2. Так вот, давайте отмерим промежуток времени Δt. Зафиксируем все частицы, которые падают на тело и от него отражаются. Mi – это масса соответствующей частицы. V и t. V и t – это ее начальная скорость, которая в данном случае всегда одна и та же. логично предположить, что скорость имеет, что скорость единичная, и поэтому она запустит 0,0 минус единичная. Или давайте сделаем так, 0,0 минус V минус V. Здесь у нас скорость V по величине равняется V, и она направлена вертикально вниз. Тогда первые две компоненты разъем в слое, а третье компоненты у нас разъем в слое. В таким образом, у нас все эти начальные скорости совпадают. А вот конечные скорости, они не совпадают, они уж какие есть, какие не есть. Вот то, что я здесь написал, это импульс переданных этой частицей тела. Вот эта сумма обозначает полный импульс, который за данный промежуток времени столкнувшись с частицей передает тела. Чтобы получить силу, нужно вот этот переданный импульс поделить на время. Вот таким образом примерно считается и таким образом теперь не считается. Ньютон задал следующий вопрос. Давайте будем рассматривать всевозможные тела, которые, во-первых, выпукли, во-вторых, имеют осенную сверху, давайте даже написать ось вращения. Да, ось вращения. То есть они симметричны относительно относительно вертитальности. Просто тела вращения. Тела, рассмотрим тела первого мы вертитальности. Второе имеют вертитальности. вертитальности. сметры вращения. вертитальности. Вращения насыкнута вертикальной оси, вдоль которой как раз налетают наши частицы. вертитальности. И третья выпукла имеет симметрию. И третья имеет одно и то же максимальное поперечное сечение. максимальное поперечное сечение. То есть мы ищем крышку для космического корабля. Что ищем? Ищем покрышку для космического корабля. Что он перед собой выставит? В настоящий момент мы ищем космический корабль наиболее обтекаемую форму, у которого имеется фиксированный размер. Фиксированный размер по горизонтали и фиксированный размер по вертикали. Вот это я пытаюсь сейчас понять. А, размер по вертикали тоже фиксирован? Размер по вертикали конечно фиксирован. Бонус бесконечно длинный тогда было бесконечно мало изменений в первых частиц. Хорошо, хорошо. На самом деле, действительно, если увеличивать бесконтрольно увеличивать высоту или увеличивать длину тела, то можно получить, что сопротивление будет трябиться к нулу. Поэтому Ньютон хотел поставить задачу содержательную и он ограничен высоту. максимальная поперечность сечения фиксирована. высота фиксирована. И высота фиксирована. фиксирована. И вот он хотел отыскать тело, которое имеет наименьшую силу сопротивления, то есть наиболее аптеканную. Или, говоря другими словами, которое при движении в среде тормозится медленнее всех. Совершенно разумная задача. мы хотим найти космический корабль, который дольше всех проживет на армии. Теперь я не буду сейчас заниматься никаким выводом формул. Давайте возьмем центральное вертикальное продольное сечение этого тела продольное вертикальное центральное сечение. Возможно, некоторые слова здесь лишние. Я имею в виду сечение, которое проходит через вертикальный курс сечение. И в этом сечении, поскольку мы рассматриваем выпуклые тела, верхняя часть тела описывается некоторой функцией, которые будут четные. Четные и вогнутые. Я уже не буду это записывать. Верхняя часть границы описывается четной и вогнутой функцией. иудорских у равняется верт вэх , то есть выпуклая вверх. Да, вогнутая то есть это выпуклая вверх. Равняется следующим интегралом от интегральной функции 1 делить на 1 плюс f' от x в квадрате x нарисуем dx. Интеграл от 0 до, давайте я введу еще обозначение, минус a, заданное нам отрезки минус a, и вот по этому отрезку мы как раз интегрируем. Для тех, кто знает, что такое интеграл, сила равняется вот такой вот значительной. Интеграл от 0 до, извините, от 0 до a, нужно поставить a. Под интегральная функция, это дробь в числителе x, знаменатель 1 плюс f' x в квадрате, f это как раз функция, которая образует верхнюю часть границы. Почему я не интегрирую от минус a до a? Это потому что сама функция симметричная, и проинтегрировав от минус a до a, она просто удвоит значение. В данном случае просто 0 получит, поэтому не надо. Тогда нужно было бы модуль x пасса взять, поэтому действительно не надо. Выводить эту формулу я не буду, но на самом деле Ньютон решил задачу минимизации вот этого выражения в классе всех в облаках или в облаках и верхних функций, которые заданы от минус a до a, и которые изменяются от 0 до какого-то тоже фиксированного значения. Это значение от 0 до h, которое мы тоже должны фиксировать, чтобы не позволять его бесконтрольным увеличением. Вот Ньютон получил, что оптимальное, что тело наименьшего сопротивления должно выглядеть примерно следующим образом. Оно выглядит примерно как усеченный конус, боковая поверхность которого слегка раздумяется. И больше того, он получил, что угол между боковой поверхностью конуса и горизонтальной плоскостью всегда равняется с форму 5 градусов. Всегда это потому, что мы же можем варьировать ширину и высоту тела и соотношение между шириной и высотой, поэтому у нас на самом деле мы должны говорить не об одном решении, а о классе решения. Так вот, в каждом таком решении, хотя форма будет вообще, смотри, меняться, но угол между примыкающей поверхностью и горизонталью будет всегда 45 градусов. Действительно, наверное, нужно отнести на следующую лекцию более подробное объяснение этой формулы.